В празднике, дорогие сестры, со святой неделей на Пасхе мы еще раз празднуем пах анти, значит, вместо. Мы еще раз проживаем события, когда по промыслу Божьему апостол Фома не присутствовал, когда Христос явился собранным ученикам в Иерусалимской горнице. Они, памятуя о том, что совсем недавно, пару дней назад, первосвященники, старейшины, иудейские, схватили их возлюбленного учителя, предали на беззаконный суд, били, распяли, сидели тихонечко в одном доме и боялись высунуться, опасаясь, что и до них заберутся. И вот было апостолов 10, вероятно, были жены Мироносицы, в том числе и Мария Магдалина, которая утром этого дня была у гроба и даже увидела воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Его Сам Господь явился им, но фомы не было. И вот спустя 8 дней Господь является 11 ученикам, в том числе и Фоме, который был очень горячим и решителем. И как мы помним, именно он, когда Господь Иисус Христос собрался вернуться в Иудеи, чтобы воскресить Лазаря, другие ученики сказали, Господи, вот недавно иудеи искали попить тебя ко мне, зачем ты идешь в Иерусалим? Фома сказал, пойдем, и мы умрем вместе с ним. Вот когда в первый день, когда ученики услышали весть о воскресшем Спасителе, Фома не захотел поверить, пока чувственным образом не убедится, не увидит глазами, не осяжет руками. Вот Господь является специально и фамилией, говорит, вложи твой палец в язву от гвоздей, и вложи твою руку в ребра мои пропагенные, и не будь неверен, но верен. И Господь говорит всем нам, блаженны, то есть счастливы те, которые не видели, но уверованы. Мы с вами каждый воскресный день поем песню, которая начинается словами воскресения Христова видевшим. Вы никогда не задумывались, почему мы поем его под своего лица, говоря о воскресении Христова видевшим. Мы же сами не были исторически свидетелями воскресения Христова. Поем и так, потому что мы разумно уверовали в то, что Христос воскрес измертвый. Мы стали причастниками божественных тайн. Господь говорит нам, что нам нужно познать его разум, познать его сердце. Есть люди, которые не верят, даже им представишь около сотни аргументов, свидетельствующих о бытии Бога, о тех чудесах, которые он совершал, но вот пока тот человек не увидит, он не поверит. А дело в том, что мы с вами должны почувствовать Бога своим сердцем. У каждого из нас в жизни должна произойти эта встреча со Христом. И Христос должен воскреснуть в нашем сердце. Как говорит апостол Павел, если Христос не воскрес, тщетна вера наша. Оттого мы и поем, и свидетельствуем о всем, что воскресение Христово видевши, подлонимся Святому Господу Иисусу. Мы радуемся, что Христос заботится о каждом человеке, тем более о своем ученике. И мы с вами знаем, что Христос, Господь, избрал апостола Хаму не только, чтобы еще раз засвидетельствовать свое воскресение, но и успение и вознесение Божьей Матери. Мы празднуем праздник Успения Божьей Матери, как Богородичную Пасху. И отвечаем, собственно, не самый день ее земной кончины жизни, но тот день, когда апостол Фома засвидетельствовал о том, что ее тела нет в огробе. Да, вероятно, он переживал о том, что не увидел Христа в первый день воскресения, и не увидел Пречистую Матери, не облабызал Его, но осознал свое избрание нечистое. Вот и мы, дорогие мои, будем свидетелями воскресения Господа. Как я уже ранее говорил, в греческом языке одним словом обозначается свидетель и ученик. То есть тот, кто готов даже свою кровь попролить, ревнуя о идее. И мы с вами, памятуя о том, что мы куплены дорогой ценой, должны быть решительными и даже пострадать за Христа, если это будет нам. Сегодня мы с вами празднуем и Светскую Пасху, 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. У каждого в семье есть родственники, кто отдал свою жизнь и здоровье на то, чтобы сейчас у нас было мирное небо над головой. Мы бесконечно благодарны им, еще более благодарны Богу, что он помог нам осознать и тот грех Бога отступничества и отвержение этого царя, за что и нам было послано вот это вот наказание богоборческого строя. И это страшная игра фашизма. И мы радуемся о том, что Господь не до конца изливает свой гнев на нас, но прощает нас. Мы благодарим Бога за то, что у нас в стране мир, за то, что мы говорим на русском языке. Это прям общественно, да, и нет у нас дискриминации по национальному признаку. Мы радуемся, что вместе с нами еще до сих пор живы свидетели тех страшных лет, и будем о них помнить, ибо те, у кого нет прошлого, у того нет будущего. Один родитель нашей воскресной школы прислал сообщение европейские журналисты спрашивают, что вы, русские, так носитесь со своей победой? И один человек ему отвечает, а за сколько сдались вы? Польша простояла 27-28 дней. Италия, Люксембург, Вельгия, другие страны. Несколько часов, несколько дней, да, кто-то один день. И у нас в Волгограде, конечно, в Сталинграде только один дом Павлова не могли разбомбить 28 дней. Мы сражались за мир на нашей земле тысячу с лишним дней. Четыре года. И нельзя просто так взять и забыть. Мы должны хранить этот день. И какой бы ни была идея, которая нам посылается свыше, или от наших правителей, или извне, мы должны свято помнить этот день. Памятный счет и о том, что в 45-м году Пасха пришлась на 6 мая. День великомученика Георгия Победа Носа. В этот день был сделан последний выстрел. Да, и, наверное, молитвами святого великомученика, и Бог даровал нам победу. И будем помнить, что именно наши войска первыми обошли в Берлин. И если вдруг кто-то поднимет голос о том, что какая-то нация или народ выше других, или все должны на каком-то одном языке говорить, я думаю, что нам найдется, что ответить. И если у нас попытаются отобрать этот праздник, мы его не отдадим. Благодарю всех вас за совместные молитвы. Сейчас, после того, как мы возблагодарим Господа в молитвах по святому причащению, приложимся к Христу, совершим благодарственное молебное пение Богу, одарование нам победы, почти память усопших воинов. Но еще хотелось бы сперва вспомнить о тех наших прихожанах, кто на этой сетьми сын народился. Сегодня народилась Мария. Вчера народился дорогой наш Дьяков. Те, 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 хрустик моего подражания. И вчера, и сегодня уже много лета были. А еще 7 мая народилась Матушка Анастасия. Всех вас поздравляем с днем рождения. Желаем вам веру в Бога, который у вас есть, у вас теплится. Чтобы всегда хватало сил, уверенности выражать, заражать других людей. Быть свидетелями воскресения Христового. Многое благая нет. Еще хотелось бы отметить нашу прихожанку Пелагию, которой более 90 лет, сказать слова благодарности за то труды, за молитвы, вознесенные Богу, за наш народ, который трудился и в тылу, и на фронте в вашем лице благодарить всех тех, кто ковал победу. Низкий вам поклон и благодарность. Спасибо, Господи. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!